Сегодня в Сочи бокс один из самых популярных видов спорта. Им занимается более 1400 детей. Среди них неоднократные победители и призеры чемпионатов и первец города Сочи, Краснодарского края, Южного федерального округа и страны. Бокс в городе Сочи традиционно один из самых сильных видов спорта, развивающихся видов спорта. Это традиционно. У нас всегда медалисты, победители не только на краевом уровне, но и на уровне региональном, на уровне Российской Федерации. Также хочется отметить, что тренера, которые тренируют наших детей, это и участники Олимпийских игр, и участники мировых первенств, также победители европейских и российских соревнований. Поэтому мы очень большое внимание уделяем развитию бокса в городе Сочи, как традиционному виду спорта. Сочинские боксеры успешно представляют Олимпийскую столицу на соревнованиях всех уровней. Спортсмены входят в сборную команд Краснодарского края и России. И новый президент Федерации, уверенно собравшийся, поможет вывести бокс в Сочи на еще более высокий уровень. Главное, допустим, подготовить спортсмена. Но самое главное, что надо иметь связи, чтобы его куда-то отправили. А то, что будет сидеть вот здесь, внизу, и будет сидеть. То есть у нас на сегодняшний, на первом этапе, то есть школьном этапе, скажем, до 18 лет, у нас и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и все. А дальше двигать надо их. А он с Москвы может двигать наших ребят. Президент Федерации бокса избирается на 5 лет. И у Ильи Варова большие планы на этот период. Помимо работы над продвижением сочинских спортсменов и улучшению условий в спортивных залах, он хочет привлечь к занятиям боксом и слабый пол. Мы в настоящее время уже ведем активные переговоры, в частности касающиеся создания базы Федерации женского бокса профессионального России на базе Федерации бокса города Сочи. То есть это будет своего рода ноу-хау. К работе над развитием бокса в Сочи привлечены 34 высококвалифицированных тренера, среди которых заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории, мастера спорта международного класса, мастера спорта России и участники Олимпийских игр. Занятия проводятся в 14 спортивных комплексах, общеобразовательных учреждениях во всех районах Большого Сочи. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.